США могут разместить в Южной Корее противоракетные комплексы. Страны ведут переговоры. В Министерстве обороны Южной Кореи говорят, провокации со стороны КНДР негативно сказались на ситуации в регионе и размещение этих комплексов ответ Сеула на угрозы Пхеньяна. А накануне Евросоюз расширил санкции против Северной Кореи из-за проведенных ее ядерных испытаний. Такой шаг последовал вслед за решением Совбеза ООН. Он принял жесткие санкции в отношении КНДР. Теперь все грузы, идущие в Северную Корею или из нее, будут проверять на наличие запрещенных товаров и технологий. Запрещена и покупка некоторых видов северокорейских товаров и поставки в страну предметов роскоши. Еврокомиссия представила план возобновления полного функционирования шенгенской зоны. До конца года планируется отменить государственный пограничный контроль в странах ЕС, который вводили для сокращения потока мигрантов. Документ содержит оценку возможных экономических потерь, если шенген не удастся сохранить. По мнению экспертов, это 18 миллиардов евро в год. Еврокомиссия предложила создать агентство ЕС по охране внешних границ и береговой охране. Ведомство должно начать работать в августе. Предложено положить конец подходу, который предусматривает свободное перемещение мигрантов между странами. В Нью-Йорке открылась самая дорогая станция метро в мире. Она расположена рядом с мемориалом жертвам теракта 11 сентября 2001 года. На строительство потратили 4 миллиарда долларов вместо запланированных двух, а срок возведения превысил изначальные прогнозы – 12 лет вместо пяти. Несмотря на то, что официальное открытие уже состоялось, внутри все еще идут строительные работы, которые продлятся до лета. По замыслу архитектора, испанского художника-футуриста Сантьяго Калатравы, конструкция, венчающая станцию, должна напоминать крылья белого голубя, выпущенного из рук ребенка. Новый транспортный узел соединяет 11 линий метрополитена и железнодорожную ветку в штате Нью-Джерси. Предполагается, что станция ежедневно будет обслуживать четверть миллиона пассажиров. Поздние ужины становятся все более популярными в пакистанском городе Лахор. Некоторые рестораны и кафе остаются открытыми всю ночь. Жизнь кипит на нескольких популярных улицах, заполненных заведениями питания. Лахор – культурная столица страны. В последнее время он также все больше завоевывает звание кулинарной мекки. Из многочисленных террас открывается видный исторический центр, включая минареты мечети Батшахи, построенные еще в середине 17 века. Рестораны обосновались во многих исторических зданиях колониальной эпохи. Еда на самом деле была очень и очень неплохой. Когда сидишь в подобном месте, ощущения просто волшебные. Подобного нет нигде в мире. Еда очень разнообразная. От традиционной пакистанской до китайской и европейской. Причем кухня Пакистана по набору специй очень походит на индийскую и бангладешскую. Здесь кебаб, курица, тика очень вкусные. Я прихожу сюда покупать еду, включая кебабы, малай-бути и курицу, тика для семьи. Все говорят, что все это очень вкусное. А это уже город Равалпинди, бывшая столица страны. Поздние ужины здесь тоже очень популярны. Рестораны открыты с рассвета и до последнего посетителя. Одно из самых популярных блюд в этих местах – нихари. Оно включает тушеную говядину или мясо ягненка, соусы, чатни или мятны, а также разнообразные специи. Владелец одного из ресторанов говорит, нихари – это часть культуры страны. Наши предки готовили нихари еще до образования Пакистана. Лично я готовлю нихари последние 30 лет. Мы сохраняем древний рецепт, набор специй, сохраняем прежний вкус. Вот почему клиентов у нас очень много. И снова лахор. Это один из самых популярных ресторанов, где подают мясо, приготовленное на гриле. Здесь много посетителей. Они приходят ради вкусной еды. Если говорить о вкусе и о сервисе, то лучшего вкуса и лучшего сервиса в этом районе не найти. Уличная еда тоже разнообразная и вкусная. Но диетологи предупреждают. В большинстве случаев она не приносит пользы здоровью. В еде, которую готовят на улице, много специй, чили, масла, соли. Все это создает вкус. Но с другой стороны, это приводит к болезням сердца, повышению давления, диабету, а также вредит пищеварительной системе. Впрочем, попадая в ароматную атмосферу лахора, вряд ли кому-то удастся держать себя в руках.